Уже почти месяц, как общественный транспорт Московской области полностью перешел на безналичный расчет. Оплату проезда наличными деньгами отменили в регионе с 18 июня. Для чего ввели новые правила и как жители Люберец относятся к нему, узнала наша съемочная группа. 18 числа в Московской области действует закон об отмененной среде за оплату проезда. Чтобы повысить осведомленность пассажиров о новом правиле оплаты проезда, волонтеры раздают вот такие информационные листовки. Хотя большинство людей уже давно отказались от бумажных и металлических денег. У меня карточка бесплатная. Это удобно, я думаю. Я думаю, все уже давно перешли на карты. Это не только удобно и экономно по времени, но и безопасно. Благодаря безналичному расчету водитель не будет отвлекаться на продажу билетов. А все внимание сконцентрирует только на дорогу. Если что-то появляется новое у нас, то это, как правило, по просьбе или предложению наших жителей. И на самом деле много поступало обращений от жителей и к нам в администрацию, и в адрес губернатора. В том плане, что не очень удобно рассчитываться наличными в автобусах, в маршрутках. Оплатить проезд в общественном транспорте можно несколькими способами. Едиными транспортными картами, а также банковскими и социальными картами. При использовании стрелки и тройки действует система скидок.